С 1833 года в США была запатентована газированная вода. Занимался разработкой прохладительного напитка британский химик Джозеф Присли. Ученый заинтересовался процессом пивоварения. Заметил, что при брожении хмельной напиток выделяют небольшие пузырьки. Экспериментальным путем он вывел состав газировки и сам изготовил первую бутылку газированной воды. А первой фирмой, которая решила использовать открытие Присли в коммерческих целях, стала известная компания Coca-Cola. 24 апреля 1938 года на экраны страны вышла музыкальная комедия режиссера Григория Александрова «Волга-Волга». Премьера прошла во время сталинских репрессий, поэтому картина выпускалась по госзаказу к 20-летию Октябрьской революции и была призвана поднять жизненный тонус народа, создать образ поющего и радостного мира, в котором живет советский народ. Публика восприняла картину на ура, оценил киноленту и Иосиф Сталин. Этот фильм стал его любимым. 24 апреля 1942 года родилась американская поп-звезда Барбара Стрейзанд. Родная мать считала Барбару совершенно непривлекательной, поэтому девочка хотела доказать то, что она способна покорить самые недостижимые вершины. Долгое время Барбара пела в ночных клубах с сомнительной репутацией, но после нескольких попыток все же прошла актерские пробы на роль в фильме «Смешная девчонка». Дебют принес ошеломительный успех. Но нестандартная внешность, наоборот, сыграла на руку актрисе и даже сделала ее мировым секс-символом. Она участвовала в известных мюзиклах на Бродвее, а также подписала контракт с Columbia Records. В ее дискографии больше 60 сольных альбомов. А ее высказывания о собственной жизни «Не родись красивой, и ты добьешься успеха», «Никого не люби, и ты будешь нравиться всем» стала крылатой фразой. Life is a moment in space, when the dream is gone, it's a lonely place. 4 апреля 1982 года родилась известная российская спортсменка, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады 2004 года Ирина Чащина. Художественной гимнастикой Ирина занимается 6 лет. В 12 лет первый раз выступила за сборную России на уровне юниоров. Там ее и заметила тренер Центра олимпийской подготовки Ирина Виннер. Именно благодаря упорным тренировкам Ирина Чащина начала свое восхождение к международным и олимпийским вершинам. Журналисты часто называют Ирину «снежной королевой» или «царевной несмеяной». А все потому, что во время выступлений она всегда очень сосредоточена и не улыбается. Зато за пределами гимнастического ковра Ирина очень отзывчивый и жизнерадостный человек. Сейчас же она занимает пост вице-президента Всероссийской Федерации художественной гимнастики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова